Здравствуйте, на библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему церковь называют святой? И в принципе мы смотрим, ну вот церковь и сколько в ней грешников, и более того, так церковь собрания грешников, правда, кающихся, в отличие от собрания грешников, не кающихся, а вне церкви. Церковь называют святой, потому что глава этой церкви Христос, а церковь становится святой, потому что Христос всю церковь освящает. Представим себе, что человек живет, у него есть руки, ноги, нервная пищеварительная система, легкие, он дышать может. И в принципе человек может повреждать себе различные части тела, попадать в какие-то аварии, переносить тяжелые болезни, и у него могут ампутировать руку, ногу, вырезать легкие. У него там даже сердце раз прострелили, но там подключили к аппарату. То есть человек живет, живет, пока живет его голова, пока мозг функционирует, даже если весь человек в остальном парализован и болен с помощью каких-то машин, механизмов, лекарств, его жизнь может поддерживаться. То есть вот наша голова, она дает человеку возможность жить. Если у тебя головы нету на плечах, то в принципе не важно, какого размера у тебя бицепс, кроме того, даже в переносном значении. Даже если, как говорят, без царя головы, или человек совсем головой не думает, что у человека есть какие-то силы, способности, но он глупенький, его в принципе направляют на различные злые дела, используют в каких-то своих интересах, он ничего этого не понимает. Если воспринять церковь как тело Христова, где Христос – глава, то точно так же происходит со всеми членами церкви. Церковь становится святой только потому, что глава у нее Христос. Христос всю церковь освящает. Если какая-то часть тела Христова, вот какой-то пальчик решит, не буду я взаимодействовать с сигналами мозга, причем и вольными, и невольными, то есть в том числе те сигналы, которые дают постоянно сердце указания, кровь качать, то палец отомрет, перестанет двигаться, или он не будет на сигналы мозга реагировать, там залезать в розетку, биться током, ну отомрет, и ущерб всему телу нанесется. И голова тоже от этого пострадает, будет переживать, но все-таки тело продолжит действовать. Точно и так же и мы можем согрешить, отдельная частичка тела Христова может согрешить, но Господь все равно берет и сохраняет все тело неврежденное. Более того, как глава может подумать и тоже вот не подумал, где-то там наступил пяткой на какой-то ядовитый шип, но голова думает, вот как можно этот яд там достать, какие травы целебные, какие лекарства, какие уколы сделать, чтобы нивелировать последствия. Точно и так же и человек грешный, он берет и соединяется со Христом в покаянии, и Христос сам заботится, как этого человека восстановить. Поэтому святость Христа передается всему телу Церкви Христовой. Откуда мы берем эту аналогию? Это не просто некоторая наша какая-то человеческая метафора, но все-таки мы читаем у апостола Павла. Апостол Павел Духом Святым пишет, пишет в послании к Ефесиным, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-то подобного, но дабы она была свята и непорочна». Господь берет и себя предает на страдания, на крестную смерть, для того, чтобы церковь была свята и непорочна. Потому что вот мы идем причащаться и слышим, что священник читает молитву с чашей в руках, да, там, и заканчивает ее словами, но причащаемся мы в оставление грехов и жизнь вечную. Апостол Павел в другом месте говорит, что помните, какой ценой вы куплены, ценой крови Христовой. Господь делает все, чтобы церковь была свята и непорочна. Да, тело, да, мы грешники, да, мы постоянно в этот грех впадаем. Да, мы смотрим на церковь, и тоже вот там священник грешный, епископ грешный, мирянин грешный, все грешники такие. Ну, какая же церковь святая? А церковь все равно святая, потому что ее делает безгрешный Христос. Ну, можно сказать, вот, ну, Господь-то апостол Павел предает, чтобы сделать ее святой и совершенной. А насколько это реализуется? Ну, здесь тоже как раз полезно нам прочесть отрывочек из первого послания Коринфянам, 12 глава. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Действительно, даже, можно сказать, некоторые инородные элементы. Может, Господу было бы проще вот это тело исключительно из праведников, из святых людей, что всех остальных действительно были такие ереси, ереси еще и эпохи гонений, когда нет вот кто какой-то малейший грех, малейшее отречение, это все несовершенно, все грешно, надо всех держать в стороне, всех отсечь, такой сектантский дух. «Но Господь пришел призвать не праведников, а грешников на покаяние и Духом Святым соединяет даже чужеродные элементы в тело». Как, в принципе, тоже, вот, например, уже человек взял и случайно отрубил себе палец, да, там, какой-то защемил его, но если он не сильно поврежден, быстрее берут, в холод кладут, везут в больницу и пришивают. Да, будет плохо функционировать, плохо гнуться, не будет таким совершенным, но все равно он сохранится. Возможно, настанет момент, когда вообще проще какой-то протез будет поставить, а иногда и правда, и мы можем себя сравнить и с протезом, и с вот этим отрубленным пальцем. Мы действительно чужеродны Христу, чужеродны главе церкви, мы не можем святости принести в церковь, но Господь все равно, все равно берет и Духом Святым воссоединяет нас с собой. Поэтому, дорогие братья и сестры, церковь не была бы святой, если бы она не была бы невестой Христовой. Христос берет свою непорочную невесту, которая склоняется, каждый своей клеточкой ко греху, потому что состоит из нас, из великих грешников, но он ее освящает. Это так будет продолжаться, вот это неопределенное состояние до конца времен. Однако, не беспокойтесь, после страшного суда, в Царстве Небесном уже никаких искушений не будет, и уже церковь будет абсолютно свята, совершенна, и ничего этой святости мешать не будет.